Новое видео выходит каждый день в 20.00 Да. Хуяры! Также этот дневники волны хочет добить к лету 23 подписчикам. Подадал гондон. Быстро в машину, дура! Окей, садимся. Я хочу, чтобы больше большинство зрителей, как у населения YouTube это нравится. Промокод хэштег Луня. А если не хотите, то... Вы знаете, вот этим вот Самп Дайджестом, вот этим вот Самп Ньюз, я открою такую, знаете, целую неделю. Ну, ладно, возможно, не неделю, а целую такую эпопею вот этих самых Самп Дайджестов для того, чтобы вы могли реально наслаждаться очень качественным контентом. Я знаю, что вы все очень любите Самп Дайджесты, вы все их очень ждете, вы все думаете, блин, когда же новый Самп Дайджест, когда же нам расскажут о вот этих вот самых полезных новостях из мира, вот GTA Сампа, GTA Самповской сферы, GTA Самповской индустрии и всего-всего прочего в данном случае. На третьем сервере Evolve Roleplay было решено организовать войну банд между двумя ютуберами. Ютуберы эти Tofik DeepSize и Ураган Хакаги. Возьмут они под свое руководство банду Грув и Баллас соответственно. Сегодня идут подготовки к мероприятию, но уже завтра пройдет первый капт. Что-то не похоже на обещанную Владиславом Павловым атмосферу старого Самп РП. В любом случае, ход пиарщиков Evolve нужно оценивать самими игроками. Ну или самим игрокам. Да, блять, это не особо важно. Неужели вот, я просто, я не понимаю. Вот неужели вот многие самповские издания, многие самповские журналы и многое другое, они только сейчас стали замечать, что ну как-то Evolve, ну как-то не особо возвращает вот эту вот самую атмосферу-то Самп РП. Ну неужели вы вот только сейчас это все замените? Ну не говорите этого, пожалуйста, чуваки. Не позорьте сами себя. Я не знаю, просто это же и так было понятно. Более чем. Я не знаю, почему вот есть какие-то вопросы. Мол, слушайте, а что-то они атмосферу-то по-моему не особо восстанавливают, да и все такое. В общем, смотрите Самп обзор на Максима Кудрявцева. Там уже 3000 просмотров. Это примерно как 30 тысяч или как 300 тысяч, или как 3 миллиона. Но так или иначе можете посмотреть вот самп обзор на Максима Кудрявцева. Очень интересный обзор, самый лучший из всех обзоров, которые только были. Аврора Ролеплей. Кстати, уже продавшиеся, закрытые. Ну, возможно, еще не продавшиеся, а просто уже закрытые. Это я, если что вам так говорю, просто уже через некоторое время озвучиваю этот дайджест. Сегодня не важно, какое число, да и это не особо важно. С сегодняшнего дня проект официально ушел на доработку. Да, да, на доработку, на продажу, если быть точнее. Представители уверяют, что решение с нуждой взять перерыв было принято для улучшения мода и изменений в составе администрации. Да, да, для продажи. Ну, я вам хочу напомнить, ну просто мало ли вы забываете или что-то наподобие того. О сроках нам ничего не говорят. Но сервер уже недоступен, поиграть не выйдет. Да и слава богу, слава богу, что на Аврора Ролеплей поиграть больше ни у кого не выйдет. Это хорошо, это спасение людей от вот этого вот самого, от вот этого говна, которое есть, в принципе, каким-то образом еще на просторах сам, по мне, вот это вот абсолютно непонятно. Но вместе с этим есть другое событие, которое невольно связывается с предыдущим. Сегодня ранним утром был слив сервера. Администратор перебанил всех игроков с весьма интересной причиной. Пост о закрытии сервера на доработку появился несколько позже, в 7 часов утра. Связь додумывай сам. SV Project. В группе проекта пообещали в ближайшем будущем показать систему госструктур. Сейчас же нам предлагают полюбоваться новыми объектами, которые будут доступны на сервере. Кстати, если вы не знаете, то Ярослав, это, по-моему, основатель, то ли создатель, то ли еще кто-то. Но, в общем, не Брулев. То есть, все равно будет лучше, чем Брулев. Вот, этот самый Ярослав, он купил уже, по-моему, закрывшийся SV Project. И поэтому сейчас, если вы заходите поиграть на SV Project, вы, в принципе, заходите поиграть на Gambit или, ну, что-то вроде того. Лично мне, то есть, редактору, кажется странным, что дочерние проекты Gambit, вот, кстати, как раз об этом говорят, берут объекты из паблика, притом не указывая авторов. Более того, скриншоты сделаны не на тестовом сервере, скриншоты были взяты оттуда, откуда и модели. Вот, например, iMac и PS4. Ну, вы сейчас можете посмотреть на экранах. И, кстати, тут есть такая вот интересная гиперссылка на pawanturk.com, на котором, как раз-таки, и можно скачать вот эти вот самые все объекты. Выложены они, кстати, были 10 суббат 2019 года. Не знаю, что такое 10 суббат на каком-то... Сейчас я даже, подождите, переведу на русский язык. 10 февраля 2019 года суббат. Это февраль на каком-то там непонятном языке. Однако, ну, ладно, ладно. Да, проект не позиционирует эти объекты как свои собственные. Но, как по мне, ну, как по мнению редактора, владелец Гампита мог потратиться на моделлеров и сделать собственные объекты для проекта. В конце концов, Нойри и Metro Project же могут позволить такую роскошь. Ну, в кавычках, разумеется, роскошь. Imaginations Films Entertainment. Многие в комментариях писали, мол, ты чё, специально вот так вот коверкаешь вот это вот название? Ты чё, оно ж такое лёгкое? Imaginations Films Entertainment. Ну, типа, а ты коверкаешь? Думаешь, это смешно? Нет, нет. Данил, остановись, пожалуйста, это не смешно. Ни в коем случае нет. Вообще, абсолютно, ну, никаким образом. Однако, ладно. Сегодня в группе студии вышел интересный пост, который раскрывает истоки машинимы I'm Pond Ducks. Или I'm... Блядь, вот опять будут писать, что... Данил, не, ну, это уже не смешно. Вот ты так коверкаешь, это уже реально не смешно. Ну, как это читается? I'm Ponte Dukes, блядь. Ну, что? Пиздец. Нельзя нормально, блядь, на русском языке по-человечески, сука, написать для людей. Нет, надо I'm Ponte Dukes, блядь. Пиздец. Ну, ладно, ладно. Я без маты, ребят, ноутоксик абсолютно. Лично мне оригинал больше понравился. Хоть технически он чуть хуже исполнен, пишет все тот же редактор. И на этом, вы знаете, весь Samp Digest, весь Samp News на сегодня был закончен. Подписывайтесь на канал, отписывайтесь от лайков, ставьте комментарии или удаляйте комментарии, кому как больше нравится. Samp News, ваша любимая рубрика, она сейчас будет выходить еще чаще, чем выходила раньше, повыходило очень много дайджестов, которые я еще не успел озвучить. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.